В этом году новогодние утренники для маленьких жителей Тувы коллектив «Тюза» представят в обновленном составе. Молодые артисты, несмотря на то, что на актерском поприще пробуют себя, первый год вполне обжились на сцене. Мне нравится больше в этом театре, что здесь очень хороший коллектив, добрый коллектив. И то, что нас Илана Леонидовна терпит, учит нас. Главный режиссер детского театра Илана Чадамба просто душиничает в своих ребятах. Дети отвечают ей своей непосредственной детской любовью, потому что чувствуют под режиссерской строгостью оценка их работы. Успехи у нас очень хорошие. Меня радует то, что дети, мои любимые дети, которые нынче пришли впервые ко мне в театр, это новая группа, они оказались у меня маленькими героями. Потому что подготовка к Новому году требует, во-первых, много сил, а они у меня после Омска все заболели с температурой. И, знаете, голосовые связки разошлись, как, впрочем, и у меня. И нам сложно и репетировать, и петь. Но, тем не менее, дети все с удовольствием готовятся к утренникам. И для них это, да и для меня тоже это маленький такой подвиг. Сегодня в детском театре на поприще актера себя пробует порядка 60-70 подростков. Основной же костяк состоит из 35 юных артистов. Эй, зайцы, где вы? Будущий 2023 год согласно китайскому календарю пройдет под знаком черного водяного кролика. Соответственно, репертуар новогодних утренников посвящен этому пушистому ушастому зверьку. Любимая сказка «Зайка за знайка», это входит в канву нашего представления. Конечно же, «Кайгунак», конечно же, будут еще зайчи истории из других сказок народов мира. И поэтому, я так думаю, шоу понравится детям. Только единственное, нам надо так сделать, скомпоновать, чтобы не очень длинно было. И это понятно. Дети по природе своей большие непоседы. Основной сюжет новогодней истории мы оставим для зрителей секретом. Лиша, пушк, медведь, звери! Звери! Самым главным успехом для Козылского театра юного зрителя стало участие в международном конкурсе «Кит. Культура, искусство, творчество», где наши ребята заняли престижные места. В этом году «Кит» проходил в городе Омске. В Омске мне понравилось то, что там все такое красивое, большое. Там понравилось. Мы ходили в цирк. Там цирк просто такой классный. Как Станислав Викторович говорил, его ничем не удивить. Но этот цирк его просто заворожил. Мы приехали со сказкой «Черная курица или подземные жители». И когда мы показали, я поняла, что, наверное, о нас будут говорить, потому что сами артисты увидели, что жюри встало. И они все аплодировали им. И нам буквально через 30-40 минут нам сразу вручили лауреата первой степени. А вот уже ночью, где-то полдвенадцатого, мы спали, позвонили к нам и сообщили, что мы получаем еще и грант. Это был успех. Среди многих коллективов, имеющих титулы образцовых, молодой состав «Тюза» стал обладателем сразу двух первых призов. Жюри была очарована новой интерпретацией представленной сказки. При разборе нашего спектакля председатель кореец, фамилия его Ким, он признался, что эту сказку он не любит. Она печальная. Мальчик там все-таки слова не сдержал. И подземные жители ушли. И он сказал, для меня это самая страшная сказка. Но когда он увидел наше решение и нашу подачу, он сказал, что я обязательно перечитаю эту сказку, потому что вы ее подали очень оптимистичную, веселую и совершенно по-другому. При представлении спектакля наши ребята не только показали в новой версии сказку, но внесли, вроде бы, незаметные на первый взгляд. Однако необычные элементы речи характерны для жителей Тувы. В настоящее же время юные актеры готовятся к новым представлениям и спектаклям, порой даже не успев сменить школьную форму на театральные костюмы. Дети! Приходите сюда! Милость! Сайган Бирбю, Буян Монгуш, Мирана Иргит, Тува, 24. Продолжение следует... Продолжение следует...